Родить детей и не платить алименты. По словам начальника Конаковского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов Патверской области Любови Колотвиной, несколько десятков родителей отказываются платить алименты. Это матери, лишенные родительских прав, дети которых находятся на попечительстве в государстве и нерадивые отцы. Однако это не лишает их обязанности платить алименты. За 2014 год у нас в розыске находится 35 должников. Из них межрайонный отдел для нас по розыску разыскивает 32. И вот в связи с возложением полномочий уже на нашего судебного пристава, три розыскных дела уже находятся у него. Но это в основном, конечно, должники по алиментам, как я уже сказала. Порядок взыскания алиментов в расчет задолженности регламентируется 102 статьей Федерального закона об исполнительном производстве и определяется постановлением судебного пристава, исходя из размера алиментов. Но есть граждане, которые платят алименты не по исполнительным документам, а по нотариальным соглашениям. Есть судебные решения о взыскании алиментов, так сказать, в твердой денежной сумме. Как правило, они привязаны к размеру минимальной заработной платы. В этом случае судебный пристав при расчете задолженности одновременно производит индексацию. Сотрудник федеральной службы обязан измерить размер задолженности, если размер минимальной заработной платной Российской Федерации изменяется. Соответственно, сумма алиментов увеличивается. Находчивые алиментщики, не желая платить больше, просят судебных приставов рассчитать неустойку за несовоевременную уплату долгов. По исполнительным производствам, по взысканию алиментов в этом году у нас найдено 6 должников. То есть, должники для чего, скажем так, разыскиваются? Для того, чтобы установить их местонахождение. Часть должников мы иногда можем установить в пределах нашего района. То есть, в этом случае мы подготавливаем пакет документов и направляем исполнительные документы для исполнения по территориальности. В тот орган, по месту которого проживает данный должник. Не секрет, что размер средней заработной платы по Кнаковскому району значительно ниже, чем в других регионах. Вот и получается, что на одного ребенка сумма алиментов составляет чуть больше 5000 рублей. Много это или мало решат дети, чьи родители отказываются платить алименты. Возможно, со временем они забудут и простят тех, кто их когда-то бросил. Главное, чтобы они помнили тех, чью заботу и внимание не измерить никакими деньгами.